Всем привет! Тема сегодня горячая, важная, проблемная для большинства людей. Сделаем небольшую трансляцию сегодня на эту тему. Ну всё, я вижу, уже набралось 10 человек, то есть можно уже начинать. Значит, сегодня поговорим кратко о предназначении. Я только что просто проводил такую небольшую консультацию. Да, всем привет! Консультация как раз была по теме, связанной с заработком денег. Там девушка, с которой я общался, Аня, у неё очень распространённая проблема, как раз связанная с тем, что она мучается, не может найти своё предназначение. Давайте перед тем, как начать трансляцию, проговорю какие-то стандартные вещи. Во-первых, если вам резонирует тема, вы считаете её интересной для себя, то поделитесь обязательно с вашими друзьями. То есть для андроида вам нужно вот так вот пальчиком сделать по экрану и найти ссылочку там поделиться, и поделиться либо в Facebook, либо в Twitter со своими друзьями. Для iPhone, насколько я помню, справа налево или слева направо. И тоже там есть ссылочка поделиться. Напоминаю также вам, что мне очень важны ваши сердечки, просто для того, чтобы видеть, что трансляция идёт, что вы получаете сигнал нормально, и что в конечном итоге то, что вы слышите, оно вам тоже откликается где-то. В любом случае, периодически прикасайтесь к экрану и ставьте мне сердечки, просто для того, чтобы я видел обратную связь. Можете что-то писать по ходу, какие-то комментарии тоже приветствуются. Единственное, что вопросы лучше задавать в конце. Итак, смотрите. Значит, первое, что я хотел сказать по поводу предназначения. Предназначение – это нелогическая вещь. То есть, если вернуться к тому, что я говорил в своих прошлых трансляциях, то, насколько вы помните, я рассказывал о трёх уровнях. Что человек – это душа, это ум и это тело. То есть, есть такое триединство. И вот получается, что предназначение – это штука, которая имеет прямое отношение к душе. То есть, это нелогическая вещь. То есть, традиционная ошибка большинства людей, что они хотят как-то заранее определить и понять своё предназначение. Вот обратите внимание, что это невозможно. Вот запомните это себе. То есть, вы заранее никогда не найдёте своё предназначение. То есть, предназначение – это вещь, которая постепенно вам раскрывается по ходу ваших действий, по ходу того эксперимента, проб и ошибок, которые вы совершаете в жизни. Вот что происходит в жизни большинства людей? Они всё время занимаются какой-то деятельностью, знаете, я её так грубо назову мозгоблудие. То есть, они пытаются много думать, много примиряться чисто интеллектуально, пытаться какие-то схемы искать. Очень часто думают о выгоде какой-то, да, то есть, не о предназначении, не о любимом деле, не о том, что интересует, а о том, где взять деньги. То есть, у большинства людей очень сильно собрано внимание именно на том, где извлечь выгоду для себя, то есть, где взять деньги. И вот это очень часто мешает тоже. То есть, с одной стороны, мешает то, что, да, всем привет, мешает очень сильно то, что человек пытается логически понять своё предназначение, с другой стороны, мешает такая вещь, что человек пытается сначала заработать деньги, а потом уже всё остальное. Вот и то, и то очень сильно мешает нащупать своё предназначение, а своё предназначение человек нащупывает. По большому счету, ваше предназначение – это то, к чему лежит ваша душа. Как вы определяете, лежит у вас душа или не лежит? Вы когда уже во что-то впрыгиваете, когда начинаете чем-то заниматься, вы по ходу понимаете, это ваше или не ваше. Или в самом начале, в какой-то деятельности вы понимаете, насколько сильный интерес к этому. То есть, когда вы куда-то идете, к чему у вас сильный интерес? К деньгам, к результатам или к самому процессу? То есть, если вы следуете именно за интересом к процессу, если вы начинаете щупать, чувствовать, где у вас лежит ваш интерес в жизни, начинаете быть верны этому интересу, вот тогда вы постепенно раскроете свое предназначение. И предназначение – это не логическая штука, вот поймите. То есть, многие что делают? Они пытаются как-то его пойти на какой-то тренинг и как-то его для себя сформулировать. Мое предназначение в том-то и в том-то. Ребята, это не так все делается. То есть, это происходит совершенно не так. Предназначение раскрывается в ходе действий, в ходе проб, в ходе чувствования. То есть, вы чувствуете деятельность какую-то. Вот устроились на какую-то работу, пошли, чувствуете, как у вас развивается процесс. Насколько интересный процесс, насколько те люди, с которыми вы работаете, резонируют с вами, да? Насколько у них похожие ценности. Но в любом случае, даже уровень ценности – это все-таки более уровень ума. Но вы все равно понимаете, что является для вас ценным, а что не является для вас ценным через чувствование. Понимаете? Вы, ну, вот все в жизни просто чувствуете. И здесь вот как бы думать не о чем просто. То есть, можно чуть-чуть подумать, поискать, например, какую-то работу, да? То есть, обычно начинается у людей все с работы, да? То есть, сначала нужно найти более-менее любимую работу. То есть, то, что вам нравится, интересно. Когда уже нащупали любимую работу, вы идете, вы там занимаетесь, нарабатываете какие-то навыки, да? Постепенно становитесь профессионалом в чем-то, да? То есть, нужно научиться приносить ценность другим людям. То есть, нужны какие-то навыки, да? Нужен некий опыт, нужно некое понимание в какой-то области. И нужно понять, как вы можете быть полезны другим людям. Потому что деньги в конечном итоге вам принесут другие люди за ту полезность, за ту ценность, которую вы для них производите. Об этом мы говорили в прошлой трансляции. И вот этот процесс, он происходит именно через действия. Вот проблема большинства людей, большинства новичков, там, большинства людей, которые обращаются ко мне с вопросами по теме предназначения, в том, что они много думают и очень мало делают. Понимаете, у них в жизни мало эксперимента. И еще есть другая проблема. Они, например, находят какую-то деятельность, которая им какой-то период в жизни была интересна. Да, вот, была интересна. Но в какой-то момент она перестала быть интересна. Ну, они там зарабатывают деньги. Понимаете, и получается, что они очень часто в этом застревают. То есть, им уже не нравится, им уже не интересно. Душа к этому делу, ну, не лежит. Вот это становится каким-то напряжением бесконечным. Вот. И когда происходит такая ситуация, здесь надо посмотреть. Либо нужно что-то менять в самой деятельности, либо менять саму деятельность. Да, и вот поиск своего предназначения – это процесс эксперимента нащупывания. Да, сначала поработали на одной работе. Исчерпали это. Потом поработали на другой работе. Исчерпали это. То есть, в какой-то момент поняли, что это не ваше. И так постепенно, по чуть-чуть вы придете к тому, что вам станет очевидно. Вот. Станет очевидно через опыт виден ваш тренд. То есть, вот что, какие сферы вас тянут, и какой вот интерес, он является самым важным, самым сильным в вашей жизни. И вот когда вы уже видите через свой опыт работы на разных работах, не знаю, какой-то вы разной деятельностью занимались, вы постепенно вдруг в какой-то момент начинаете осознавать, что во всех деятельностях этих вот у вас что-то вот общее было, что-то вот привлекало общее как бы во всех этих работах. И постепенно вы поймете, что это. И опять же, даже когда вы поймете, это не значит, что оно будет так до конца жизни. То есть, предназначение – это то, к чему лежит ваша душа. А душа, она достаточно спонтанна, и эти интересы, они могут меняться в течение жизни. Поэтому здесь очень важно научиться вот именно быть честным самим собой и вовремя определять, что ваша душа перестала лежать в какой-то деятельности. И вот здесь вот и происходит этот так называемый духовный рост, да, что расстояние самодурства сокращается. То есть, в какой-то момент, когда, например, вы уже перешли, например, в свой бизнес, и вы ведете какие-то проекты, вот вы открыли проект, вы ведете проект. В какой-то момент, когда вы его ведете, вы его можете вести год-два, но через какое-то время у каждого индивидуально вы почувствуете, что, несмотря на то, что у вас есть успехи в этом, результаты, деньги, прибыль, интерес к этой деятельности будет так или иначе, он возможно утрачиваться. То есть, если он не утрачивается, вы можете очень долго этим заниматься. То есть, есть люди, которые по 20 лет занимаются чем-то, и их прет это. Понимаете, вот они в этом чувствуют себя, как рыба в воде. То есть, это их тема. И это именно душевное состояние, это, можно сказать, такое состояние души. Поэтому они этим занимаются, и у них все получается. Но бывает не так. То есть, у некоторых людей не так бывает. У некоторых людей, вот они позанимались несколько лет, там, или даже один год, или даже несколько месяцев одним проектом. У них там определенные результаты случились, они почувствовали в какой-то момент, что это им перестало быть интересно. Здесь очень важно быть подвижным, вот быть таким вот экспериментатором, как ребенок. Готовым отпустить даже какие-то результаты, но открыться чему-то, к чему вот тянется душа, вот к чему лежит ваш искренний интерес. И так вот постепенно вы нащупаете свое, и будете продолжать это делать. То есть, предназначение это не то, что вы находите один раз, и все, расслабились и успокоились. То есть, это меняется. И вот посмотрите истории многих успешных предпринимателей. У них часто разные бизнесы, разные проекты. То есть, там, один год или два года позанимались одним проектом, или пять лет одним проектом, потом открыли другой. Вот посмотрите, тот же самый Тиньков, да, вот если взять, он сначала там занимался продажей электроники, бытовой техники, да, сделал там сеть магазинов. Потом он продал этот бизнес, начал заниматься там пелеменями какими-то, да, то есть, вообще совершенно другая тема, да. Потом занимался пелеменями, тоже у него все там получилось как бы, да. Он опять это продал, в какой-то момент занялся еще чем-то. Вот почему он это делает? Да, пивом потом занялся. И тоже там был очень успешен, то есть, открыл свои пивоварни, да, там потом рестораны, сеть ресторанов у него была пивных. И только потом он пришел к банку, то есть, это был его путь, понимаете, вот он чувствовал в какой-то момент, что надоело уже все, понимаете. То есть, этим пивным бизнесом, ну, надоело, хочется больше чего-то. Вот его способности хотят дальше как бы, да. Плюс он себя, конечно, пробовал в разном. Это творческий человек, понимаете, человек, который не дурит сам себя, честно, вот, целостно двигается за тем, вот, куда у него душа его лежит, куда его интерес искренне ведет. Экспериментатор, человек, который честно следует вот именно за своим зовом внутренним каким-то. Только у таких людей все получается, понимаете. А у людей, которые много думают, что-то они там планируют, вот, может быть, там, через полгода я накоплю деньги и чем-то займусь, и ла-ла-ла, бла-бла-бла, это потом откладывается. Они сами себе постоянно объясняют вот это вот, почему они не занимаются тем, чем им интересно. Это тупик, понимаете, то есть, это просто тупик. Вот, и из этого тупика нельзя выйти просто, ну, знаете, как-то сменив просто мышление. Нет, не мышление надо изменить. Нужно изменить образ действий. А для того, чтобы изменился образ действий, нужно не мышление поменять, а понимание. Понимание, вот, понимание заключается в следующем, что вам нужно думать 5%, вы думаете, и 95% вы действуете. Жизнь – это то, как действовать. Жизнь – это делание, понимаете? Преодолевание каких-то вот своих беспокойств и страхов. То есть, где-то дискомфортно, но вы чувствуете интересное, вы берете и делаете это. Не обязательно прямо, ну, ломать себя не надо, да, не нужно какие-то суперцели себе ставить, но вы можете по чуть-чуть начинать экспериментировать. Я вот всегда привожу этот пример, ну, боже мой, вам не нравится ваша работа, там, где вы работаете, ну, откройте газету там с объявлениями, с вакансиями, зайдите на сайты трудоустройств, посмотрите, какие есть варианты, какие есть возможности сейчас в том регионе, где вы проживаете, в том городе. И начните экспериментировать, ходите на собеседование, смотрите, какие есть возможности. Это может делать любой человек, и это не связано с какими-то, ну, супер преодолением себя, понимаете? Это просто простые действия. Открываешь газету, находишь, звонишь, задаешь вопросы, договариваешься о встрече, приходишь, общаешься там как-то вот, понимаете? То есть, речь не идет о каких-то суперзнаниях, о каких-то, ну, о чем-то таком фантастическом. Это очень простые действия, но эти действия важно совершать. Большинство людей их не совершают. Они все время находятся в ментальном диалоге, самооправдании. Почему они не делают вот то, чтобы они могли делать? И они постоянно ищут какие-то причины вокруг. То окружение не то, то ситуация не та, то политика государства не та, то они придумывают себе какую-то легенду, что нет возможности. И вот сейчас они живут, и возможностей нету, понимаете? Ну, проблема не в том, что нет возможностей. Проблема в том, что они их не видят. Вот в этом бла-бла-бла внутренняя вот эта вот постоянная ментальная мастурбация, да, такая идет. Человек просто сам себя обманывает, действительно, да. То есть, он сам себя уговаривает, почему нет возможностей. Хотя возможности всегда есть. Так вот, я всегда говорю таким людям. Вот ко мне часто говорят, приходят люди, говорят, вот у меня все не получается, я там этот, как бы у меня вот такие проблемы, такие проблемы, я такой бедный, несчастный. Я сразу говорю, стоп, ты сейчас, вот то, что ты делаешь, это позиция жертвы. И эта позиция жертвы, жалости к себе, там, и вот эта бедная, несчастная зверюшка, никому не нужная, эта позиция, она никуда никого еще не привела, понимаете? Это вас никуда не приведет, это путь деградации. Это путь в деградацию. Если вы хотите развиваться, если вы хотите что-то в своей жизни, ну, изменить и найти свое предназначение, нащупать это, вам придется действовать. Вам придется действовать, вам придется экспериментировать, совершать какие-то новые действия. И 95% нужно действий. И 5% всего обдумывания. Обдумывание, что вам нужно делать. И в любом случае, предназначение вы нащупаете через действия, через опыт, через столкновение с какими-то разными людьми, столкновение с какими-то новыми видами деятельности для себя. И где-то вы начнете чувствовать, что что-то резонирует с вами, что где-то ваш потенциал начинает раскрывать себя. Но когда вы просто сидите и думаете, размышляете, как вы можете почувствовать свой потенциал, как бы, ну, это требует ситуационного эксперимента, понимаете? То есть, это нужно попробовать, прощупывать. Это вот одно дело, вы можете, как бы, сидеть с меню в ресторане и просто гадать, какое блюдо является вкусным, а какое невкусным, да? Ну, то есть, вы все равно по меню как-то оцениваете. Но в любом случае поймете вы, какое это блюдо, вкусное или невкусное, только после того, как вы закажете его, попробуйте. И потом уже через чувствование, через опыт вы поймете, это то, что вы хотели или это не то. Так, методом проб и ошибок, отсечения вы находите какой-то свой ресторан, да? Свои вкусные блюда, ну, ту пищу, которая вам подходит в жизни, да? То есть, нужна чувствительность, нужны пробы. И пробы, ошибки, не надо бояться ошибаться. То есть, это много будет ошибок, естественно, но через эти ошибки вы нащупываете свое. И так у всех получается, понимаете? Но если вы будете сидеть, рассуждать, жить какой-то вашей привычной, комфортной жизнью и жаловаться, что у вас нет денег, что у вас ничего не получается, и вы не можете понять свое предназначение, и вы все читаете кучу информации в интернете и все пытаетесь найти свое предназначение. Ах, где мое предназначение? Где тот волшебник, который придет и расскажет мне мое предназначение? Это не работает, услышьте меня. Это так не работает. Жизнь, она требует эксперимента, нащупывания, прочувствования, понимаете? То есть, вы должны почувствовать вкус, а пока вы не начнете действовать и пробовать новое, вы не почувствуете. То есть, вы, многие люди, вот если возвращаться к этой метафоре, они каждый день вот определили, что пельмени им вроде подходят, и вот они кушают всю жизнь пельмени, или там 10 лет одни пельмени едят. Я вам хочу сказать, что в жизни очень много разных вкусов, разных блюд, да, как бы, и для того, чтобы понять, какие блюда вам подходят, вы должны их пробовать, вы должны идти и пробовать, действовать. Вот так вот, понимаете? И никак иначе. А вот это мозгоблудство, Макс, вот как, знаете, там приходят ко мне, начинают писать, вот, у меня нет денег, и я никак не могу найти, там, начинают даже некоторые просить, там, деньги у меня, приходите, просить просто деньги, там, объяснять, вот как у меня все плохо, вот я это, то, вот не мог бы ты мне помочь, я знаю, что это не помощь, понимаете? То есть, когда человек занимает позицию жертвы, и когда он ходит и просит просто, то если ему дать деньги, это не помощь, это, наоборот, вред, это причинить ему вред, понимаете? То есть, это его, можно сказать, поддержать в его неспособности, вот, в его, как бы, ситуации, что, ну, то есть, бесполезно, понимаете? То есть, это не работает. Работает, объясни человеку, что, посмотри, ты, у тебя есть две руки, у тебя есть две ноги, ты вроде вот более-менее здоровый, да, то есть, ты не являешься, там, инвалидом. И если это так, в тебе всегда есть некий потенциал, как ты можешь реализоваться в жизни. То есть, есть что-то, что в Бог в тебе вложил, и вот как Бог через тебя хочет проявляться, и для того, чтобы это нащупать, нужно пробовать. Другого пути нету. И вот это я всегда объясняю людям, начиная действовать. Не надо там прочитать сначала 50 книг, да, там, 10 книг по предназначению. Это все не требуется. Все, что нужно, это экспериментировать, понимаете? Экспериментировать, пробовать. И походу уже суть жизни в деньгах. Нет, суть жизни абсолютно не в деньгах, абсолютно не в деньгах вообще. То есть, деньги придумали люди. И до того, как люди их придумали, жизнь была очень-очень давно, понимаете? То есть, люди существовали до денег. Поэтому суть жизни не может заключаться в деньгах. Суть жизни абсолютно в другом. Жизнь – это творческий процесс. Это процесс поиска, как можно реализоваться и как можно получить определенный опыт. Как можно получить душе такой опыт, который ей интересен. Понимаете? Вот в чем суть жизни. Это интересный опыт, это эксперимент, это творческий процесс. И жизнь – это не то, что идет к какой-то цели, да, и имеет какую-то конечную точку B, да. Жизнь – это танец, это творческий процесс прямо в настоящем. И вот так все сотворяется и как бы развивается прямо сейчас. И оно не делается ради чего-то потом просто, а оно делается просто потому, что это здорово, это интересно, это разный опыт, это игра, это наслаждение, понимаете? А вот люди, которые хотят как раз в точку B, они очень часто не позволяют себе вот этот танец-эксперимент. Вот они себе нарисовали, что должна быть жестко точка B. И они лишают себя часто эксперимента, танца, поиска вот этого нащупывания любимого дела, творческого процесса, потому что вот у них колья, колья, шаг вправо, шаг влево – провокация, прыжок на месте – расстрел, да, как бы. Вот, вот, почему не получается, да. И в конечном итоге разочарование, все правильно, разочарование в жизни. Потому что они очаровались чем-то, да, чего нет здесь и сейчас, и упускают то, что здесь и сейчас есть. А сейчас, здесь и сейчас всегда есть возможности. Но для того, чтобы их брать, для того, чтобы их видеть, нужно быть открытым, не зашоренным какими-то жесткими схемами, жесткими какими-то целями. Нужно просто иметь пространство для эксперимента. А для того, чтобы это иметь, нужна, знаете, такая некая небольшая дерзость, смелость. Нужно просто понимать, вот это, знаете, даже не просто смелость, это просто понимание, что вот оно на самом деле работает так, не так, как многие описывают, что ты должен поставить себе цели, вот грести тупо к своей цели, а наоборот, ты должен экспериментировать, да, то есть исходить из настоящего момента, как тебе здесь и сейчас жизнь открывает какие-то возможности, как, сталкиваясь с какими-то препятствиями, ты можешь использовать их для того, чтобы, ну не знаю, развить какие-то свои способности, таланты, да, наработать какие-то навыки, то есть это все каждому дается, просто люди зашорены, понимаете, они зашорены какими-то ментальными вот этими своими бла-бла-бла-бла, постоянно идет перемалывание из пустого в порожнее, вот они все время думают, лазят в интернете, все, знаете, по верхам, по верхам, то есть много читают, много размышляют, много думают, 95% мыслей и может быть 5% действий каких-то, и то эти действия поверхностные, они никогда не идут глубоко, тотально куда-то, чтобы уже, ну, убедиться, что это у них не получается, вот, ну реально не получается, понимаете, да, так один-два раза попробовали, а все, у меня не получается, это не мое и все, и бросили, нет, это так не работает, то есть если вам что-то интересно, это нужно довести до результата, на это нужно время, понимаете, это такой последовательный процесс, как найти свой талант, вот пробовать надо, пробовать себя надо в разном, и увидите, в чем ваш талант проявляется, вот у меня талант к рисованию, например, есть, да, у меня есть талант к рисованию, я хорошо рисую, как я узнал об этом таланте, вот как я узнал, однажды мама мне подсунула какие-то карандаши, бумагу, и сказала, сынок, попробуй, я начал что-то рисовать, и она сказала, о, прикольно получается, давай еще, и я как-то начал, начал, вот мне это уже интересно было, я уже сам сидел, что-то делал, я просто в какой-то момент понял, это у меня хорошо получается, потом я, когда уже начал в детском саду рисовать, и смотреть, как рисуют другие дети, я начал видеть, что у меня получается лучше, чем у многих других, понимаете, но это был эксперимент, я попробовал, то есть я взял, как бы, этот лист бумаги, начал рисовать, как бы, и вдруг увидел, что у меня получается, как я, что заранее думал об этом, я как-то, не знаю, цели себе ставил в детстве, что я там возьму лист бумаги, возьму карандаш, и благодаря листу бумаги и карандашу, чего-то кому-то докажу, там, или как-то там, нет, это все не так происходит, абсолютно, просто вдруг возникает бумага, вдруг возникает карандаш, ты что-то пробуешь, у тебя получается, понимаете, так жизнь складывается, это эксперимент, то же самое с компьютерами, однажды папа купил себе компьютер, я к нему пришел в гости и увидел компьютер, и тут я понял, мне это очень интересно, я начал с этим что-то делать, как-то там пробовать, сначала играть, конечно же, все играл, 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 потом я помню этот момент, когда у меня выпал компьютерный код, то есть какая-то игрушка подвисла, и в этот момент выпал компьютерный код, и я это увидел, блин, и подумал, это что это такое, мне это интересно, надо, блин, как-то вот разобраться, понимаете, это происходит как в моменте, то есть в моменте что-то вам становится интересно, и вы понимаете, о, это область моего интереса, понимаете, то есть это работает так, душа раскрывается в моменте, вы заранее не знаете, к чему вы придете потом, никто этого не знает, и вот когда вы сами себе пытаетесь, нарисовать какое-то свое предназначение, осмыслить его заранее, превратить в какой-то образ и схему, вот так-то вы себя и лишаете своего искреннего эксперимента, интереса, спонтанной какой-то ситуации, где ваше предназначение и раскроется. Вы себе определяете колею, встаете на нее, начинаете следовать этому и жестко там опираясь на какие-то цели, представления, как все должно быть. И в какой-то момент, когда вам спонтанно становится что-то интересно, вы часто можете предать этот интерес и уйти в сторону своих обозначенных ориентиров, догм, целей и так далее. Вот то, что происходит с большинством людей. Они сами себя постоянно, свои интересы, у них что-то в жизни возникает по ходу дня, как что-то стало интересно, они сами себя предают и отказывают себе, потому что им надо куда-то бежать, они куда-то спешат, вот какие-то там что-то надо достигать завтра, а интерес, он случается здесь и сейчас. И эта жизнь, вот спонтанность раскрытия интереса большинством людей упускается именно из-за догматики, именно из-за привычек мышления, именно из-за того, что они постоянно к чему-то идут завтра. И они, когда стоит выбор пойти либо туда, куда интересно, либо к своей цели, вот этой сладкой морковке, они часто придают свой интерес и идут к этой цели. И вот поэтому они несчастны. Вот в этом суть, понимаете? То есть в этом вся суть вашего предназначения. Это спонтанная вещь, которая часто, ну практически всегда себя проявляет именно как некое чувство, как некий поток, как некое предназначение, ну вот как некий интерес в моменте. И творческий процесс. То есть если вы следуете своему творческому процессу, если вам это все интересно, вы даже будете преодолевать препятствия, инерцию, там какие-то сложности на этом творческом потоке, на этом интересе. А если интереса нету, абсолютно, ну вот неинтересна вам деятельность, вы ходите и занимайтесь этим. Вот формула вашего неуспеха и несчастья. Тогда не на чем проламываться через трудности, понимаете? Нету стержня, на котором вы можете пройти, нету энергии, на которой вы можете проходить через какие-то трудности. Поэтому вы часто сдаетесь и превращаетесь в робота. Просто вот робот, тупо делаете какие-то вещи ради небольших денег. Вот в этом вся суть трансляции, которую я вам хотел сегодня, ну через которую я вам хотел сегодня передать, вот тему предназначения. Зависимость, вот как отличить интерес от зависимости? Интерес вас освобождает. То есть интерес это ваша свобода. Когда вы занимаетесь тем, что вам интересно, вы свободны. Зависимость это всегда рабство, не свобода, понимаете? Это противоположная вещь. То есть это противоположная вещь. Если вы зависимы от чего-то, как вам может быть это интересно? Вы делаете, потому что надо делать. Не интересно, но надо делать. Иногда бывают вещи, которые важно сделать. Возможно, вам не интересно, но вам необходимо их делать. Но такие вещи, они не связаны с тем, что вы в них надолго застреваете. То есть если вы следуете искренне своему интересу, своему предназначению, то по пути в любом случае будут встречаться вещи, которые важно сделать. Это необходимости. Но так как вы следуете интересу, вы в них надолго не застреваете. Поэтому это, можно сказать, такие краткие процессы. Краткие процессы. А большая часть, 90% вашей жизни, например, 95% это то, что интересно, то, что воодушевляет, то, что вас вдохновляет. Понимаете? Почему вы не ведете трансляции в Ютубе? Ну, пока вот интересно в Перископе вести. В Ютубе я тоже попробую. Кстати, мне недавно Дима спалил один сервис новый. Я пока не расскажу, какой. В котором просто роскошные трансляции можно вести. Можно еще вести не самому, а приглашать гостей до 4. Вот. Тоже скоро буду пробовать стан вести. Ютуб отдыхает просто. Да, есть определенная рутинная деятельность в любой деятельности. Но я никогда в рутине не застреваю. Как только я себя нахожу в какой-то деятельности, как в неинтересной, то я уже говорил об этом, я делаю две вещи. Либо я отказываюсь от этого. То есть я отказываюсь. Если это мне вообще неинтересно. Либо я это делегирую. То есть я нахожу какого-то другого человека, которому это искренне интересно. Который мне может помогать и я с ним договариваюсь, как мы будем взаимодействовать и работать. Нет, я про этот сервис пока не напишу. Мы его тестируем как бы. Он сейчас в бете находится. Пока не расскажу. Но вы со временем узнайте. Следите за моими социальными сетями, трансляциями и вы узнаете. Просто Дима меня попросил пока не полить фишку как бы. Но это бомба, конечно. Там очень здорово. Кого буду приглашать? Ну посмотрим. Сначала могу сам везти, потом может с кем-то. Может какие-то еще вопросы есть по теме предназначения? Я могу ответить еще на несколько вопросов. Если что-то непонятно еще с темой предназначения, то можете написать ваш вопрос. Пока попью. Конечно, может меняться много раз. Как ускорить процесс поиска? Больше пробовать? Больше чаще пробовать? Разное. Как понять предназначение? Вы поймете свое предназначение уже потом. То есть оно всегда понимается после. Заранее никак. Заранее вы его никак не можете понять. То есть вы сначала проводите эксперимент, нащупываете свое дело. Постепенно это нащупывается. Через пробы, через ошибки, через устойчивость интереса в какой-то деятельности. Через то, что вам резонирует какая-то деятельность. А потом вы в какой-то момент понимаете, вот она, вот она моя большая любовь. Понимаете? То есть сначала слабый интерес, потом он может либо разгореться сильнее, либо он может упасть до нуля. То есть если он падает до нуля, это значит себя дурить не надо, надо пробовать искать себя в чем-то еще. Если он постепенно разгорается, то так может разгореться ваше любимое дело. Оно разгорается из слабого интереса и вот постепенно... Нет, никаких возрастных ограничений нет. С возрастом просто люди становятся более костные, более инертные. У них ум становится менее подвижный, поэтому им сложнее чаще. То есть они обрастают уже привычками и часто чувствительность снижается, поэтому они как бы боятся часто рисковать, экспериментировать. То есть, конечно, с этим попроще пока молодой. Как побороть страх перед возможными ошибками? Никак. Никак нельзя. То есть когда вы боитесь, лекарство только одно. Просто пробовать. Пробовать, идти и делать. А от страха есть одно лекарство смелость. Других нет. Или часто вы что-то такое пробуете, что вам на самом деле слишком, ну как бы, знаете, то есть вот как из первого в пятый класс. То есть слишком резко вы хотите что-то слишком большое попробовать для себя. Совершайте не очень большие шаги такие, знаете, небольшими шагами, но часто. Как бы, то есть не надо прыгать. Вот как бы прыгать не надо. Совершайте небольшие, но новые действия каждый день какие-то. Ну, если вы после всего, что я сегодня рассказал, не въехали, то, ну извините, чем могу помочь? Все очень просто. Живи как интересно. Есть две вещи, которые, ну, только пришли, если вы тогда в записи посмотрите. От страха есть лекарство устранение внутренних конфликтов. Ну, разные есть способы, как свой страх преодолеть. Ну, я вот еще до того, как занимался какими-то практиками, там, или еще что-то, я просто по чуть-чуть пробовал. То есть, понимаете, страх, он на самом деле часто чисто интеллектуальный. То есть, кажется, что страшно. Но потом начинаешь действовать, пробовать, и видишь, что на самом деле переживал зря. Про пожертвования. Пожертвования – это не тема сегодняшней трансляции, извините. Могу сказать, что это отдельная тема, как бы, отдельная. Жертвовать, ну, скажу так кратко, жертвовать можно тем людям, которые сами о себе вообще не могут позаботиться физически, понимаете? То есть, которые беспомощные. Помогать надо только тем, кто беспомощен. Тот, кто сам может себе помочь, он, ну, как бы, понимаете, если вы ему будете помогать, а он сам себе может помочь, вы, скажем так, поддерживаете его деградацию. А поддерживать нужно именно развитие в людях. Ну, вот если вы будете поддерживать тех, кто не нуждается, на самом деле, в поддержке, будете их карму выкупать. Будете их карму на себя набирать. Мы, знаете как, мы не то чтобы ищем предназначение, мы его не ищем. Мы пробуем себя в разном. Вот, нащупываем. Знаете как, вот вы имеете, например, 10 объявлений о вакансиях каких-то. Вы смотрите эти 10 объявлений и вообще смотрите, какое объявление из 10 самое интересное. Ну, вот к какому объявлению вы чувствуете особенный интерес? Его ставите на первое место. Потом менее интересное объявление ставите его на второе место. Еще менее интересное на третье. Так, составляете список вариантов. Вот это у вас план на ближайшее время. Пойти найти собеседование и посмотреть. Опять же, приходите на собеседование, общаетесь. И чувствуете, насколько вам интересны, ну, вот эти люди, там, человек, с которым вы общались, те условия, которые вам предлагают. Вы все чувствуете. И также вы чувствуете, реально ли вы можете здесь что-то предложить такое, в чем вы можете себя хорошо проявить. То есть, действительно ли вам будет интересно делать то, что вам предлагают делать. Действительно ли вы способны это делать. А вам не нужно интерес иметь к цели, понимаете? Вам нужно иметь интерес к процессу. Вот замените интерес к цели на интерес к процессу, окей? Попробуйте интересный процесс найти. Любимое дело, понимаете? Вот бизнес, это переводится как дело, свое дело, понимаете? То есть, бизнес, это не деньги, то есть, бизнес не переводится как деньги, бизнес переводится как свое дело. И бизнес, это всегда свое любимое дело, настоящий бизнес. Это люди, которые нашли свое любимое дело, им нравится возиться с этим, им нравится процесс, понимаете? Да, мирный воин про это же. То есть, цель, она вторична, как бы. Ну, она важна тоже, она может быть важна. Но когда у вас есть любимый процесс, все эти цели, они как бы такие, не очень важные становятся. То есть это такой инструментарий как бы любимого процесса. А проблема большинства людей в том, что у них очень важны цели, они хотят взять, понимаете? То есть они не ищут любимое дело, где они могут дать, могут создать что-то, могут вложить что-то. Они ищут где взять, где мне получить. Вот позиция потребительская, где взять, это не история предназначения. Ну, кто машину хочет, кто еще что-то хочет. Хотеть, понимаете, вот смотрите, вы хотите машину, машина стоит денег, а деньги вам платят люди. Люди вам их платят. За что они платят? За ту ценность, за ту пользу, которую вы способны для них создавать. Поэтому вам нужно хотеть не деньги и не машину, вам нужно хотеть найти ту деятельность, в которой вы можете быть ценной и полезной для других людей. Как вы поняли свое предназначение? Я его не понял, я его чувствую, понимаете? Вот мне, например, нравится общаться с людьми и объяснять им какие-то вещи, которые мне стали предельно понятными. Ну, как, они, в принципе, достаточно ясны мне, там, через мой какой-то опыт. И мне, ну, как-то вот интересно этим делиться и все. Невозможно это объяснить как-то. Или у меня есть, например, определенный устойчивый интерес в бизнесе, там, к каким-то процессам. Но пока это мне интересно, вот и все. У меня нету моего предназначения, вот как-то... Ну, вот единственное, что я, может быть, сформулировал, как такая формулировка, это проводник в жизнь по душе. То есть я помогаю людям начать жить по душе. Потому что я сам, как бы, просто благодаря разным обстоятельствам, благодаря тому, что жизнь меня вот привела к каким-то озарениям, пониманиям, больше стал сам жить по душе. Перестал сам себя дурачить, как бы, ну, разобрался, возможно, с какими-то нюансами. Поэтому мне это естественно, делиться этим. Если не найти, то будет жить пусто, жить и осознавать потом. Не надо потом, нету никакого потом. Вы поймите, вот где это потом сейчас? Вот где оно? Нету никакого потом. Все, что вы думаете потом, это картинки в уме. Понимаете? То есть вы что-то представляете в уме, но вы всегда находитесь в настоящем моменте. Никакого потом нету. Его не существует. В жизни есть только настоящий момент. И то, как вы его проживаете прямо сейчас. Вы его интересно проживаете или нет? Вот в этом вопрос. Либо вы понимаете, что вам хочется жить интересно, и тогда вы следуете своему интересу. Либо вы дурите себя какими-то потом, откладываете на потом интересную жизнь. Придумываете себе какую-то легенду, какой должна быть ваша интересная жизнь потом. Рисуете себе какую-то картинку, идеализация называется. И пытаетесь, наступая на свой интерес сегодня, реализовать какой-то идеал завтра. Не надо наступать на свой интерес сегодня. Делайте сегодня то, что вам реально необходимо, реально необходимо, и то, что вам интересно. Это и есть то, что является вашим предназначением. Вот такая простая вещь. То есть, ваше предназначение – это поток интереса, то есть поток вашего естественного какого-то проживания жизни в настоящем, как вам естественно, здесь и сейчас. Понимаете? То есть, предназначение – это не что-то, к чему вы придете потом. Это то, как вы проживаете здесь и сейчас. То, к чему ваша душа лежит здесь и сейчас. Вот когда вы перестанете сами себя дурить и будете честно, как бы… Мне нравится процесс в разных сферах, но не могу сказать, что я это реально обожаю. Ну, может, много что нравится, но в один момент времени вам не может много нравиться. То есть, смотрите, в каждый момент времени вам что-то нравится одно. Вот это вам нужно научиться определять, что вам нравится здесь и сейчас. И отталкиваться от этого. Если вы в один момент времени как бы испытываете, что вам нравится сразу много, то это какой-то здесь обман, ложь. То есть, это какое-то замешательство. Это состояние называется замешательство. Это состояние ума. На самом деле, на душе лежит всегда один интерес. И он всегда смотрит только в одну сторону. Как отличать свой интерес от социальных шаблонов? Очень просто. Ваш интерес – это чувства. А социальные шаблоны – это мысли. Вам нужно научиться отличать свои чувства от мыслей. Это и есть духовный рост. То, что можно назвать духовным ростом. Вы учитесь все лучше чувствовать сами себя, свои чувства интереса и отличать это чувство от мыслей. Где вы обдумываете, а где у вас идет процесс чувствования. Пустой интерес денег не приносит. Совершенно верно. Я с вами полностью согласен. Но интерес, он всегда творческий. То есть, сначала это слабый интерес, потом он развивается в какой-то сильный интерес. Есть некий эксперимент. И когда вам что-то становится интересно, вы в этом начинаете естественным образом обучаться. Когда вы начинаете обучаться, то вы начинаете уже по ходу что-то создавать, пробовать, применять, действовать как-то. Понимаете? И когда вы начинаете вот в этом развиваться, обучаться в том, что вам интересно, здесь в какой-то момент начинает возникать монетизация. Здесь появляются деньги. Поэтому ваш интерес, он не пустой. Если это искренний интерес, не к цели, а к процессу. Если вы честно экспериментируете со своим процессом в настоящем, и находите вашу подлинную деятельность, которая вам искренне интересна, свой творческий процесс, это неизбежно приведет к монетизации какой-то. Все люди, вот послушайте меня, все люди, которые действительно творчески реализуются в жизни, которые по-настоящему успешны, они не предают сами себя. Они занимаются тем, что их вдохновляет, тем, что им интересно. Но при этом они не забывают о монетизации. Но у них деньги просто на втором месте. Сначала у них искренний интерес, сначала их творческая реализация. И потом они уже смотрят, как на определенном этапе это можно превращать в некий ценный продукт, в некую ценную услугу и организовывать систему обмена этой ценности. Как создать эту ценность именно так, как интересно другим людям. То есть они учатся совмещать свой интерес и интерес какой-то целевой аудитории. В этот момент они учатся здесь взаимодействовать с этой аудиторией и ищут способ это монетизировать. Вот так появляются правильные деньги. Понимаете? А те, кто в самом начале уже думает много о деньгах, они не думают о своем интересе. То есть им уже не важно, интересно, неинтересно, им деньги нужны. Поэтому они ищут что-нибудь, лишь бы денег заработать. И это в принципе нормально на первых этапах. Но в любом случае, вот даже если вы устроились на какую-то неинтересную работу, решили какие-то первые свои финансовые вопросы, вам нужно продолжать свой эксперимент и искать интересную работу. Понимаете? То есть от процесса выживания нужно переходить на более высокие уровни по пирамиде маслу. То есть когда вы уже можете покушать там, да, у вас есть деньги покушать, крышу над головой оплатить, тогда вы можете переходить к более интересной деятельности. А когда вам нечего жрать, когда у вас нет денег вообще ни на какие, ну, самые примитивные вещи, конечно, вам нужно идти куда-нибудь и зарабатывать деньги. Вот хоть мешки разгружать. Понимаете? Любая деятельность нужна, но опять же это требует действий, недумания. Вы просто берете, находите первую работу, которую можете делать, делаете ее, зарабатываете деньги и все. Вот знаете, есть такой интернет-предприниматель Артем Летушев. Он в свое время мешки разгружал и там где-то там на шахте работал, чуть ли там, ну, не в угле. Понимаете? И он первое время зарабатывал так деньги. Но его это не устраивало и он искал дальше, то есть он пробовал что-то. Одно, второе, третье. И постепенно он обнаружил для себя, что ему интересно заниматься интернетом, вот всем, что связано с интернетом. Его интерес туда пошел. И он там себя нашел и раскрыл это как-то. Понимаете? А многие сидят и вот так вот, знаете, как потолок плюют и думают, что деньги, мана небесная на них свалится. Нет, нам нужно действовать. Вот если совсем денег нету, надо идти делать что-то и зарабатывать их. Заработали первые деньги, не застревайте там. Значит, продолжайте искать то, что вам больше подходит, то, что вам больше по душе, то, что вам больше нравится. И так вы постепенно нащупываете, что ваше. Это путь, это постепенный процесс. Так вот просто, и у меня не было так просто, хоп и все получилось. Это в сказках только бывает, хоп и все получилось. А в жизни постепенно все раскрывается. Дорога раскрывается под ногами идущего по ней. Идите по ней. Не думайте, как идти, а идите по ней. Ну вот система как раз и учит много думать. Понимаете? Много думать и мало делать, мало экспериментировать. Она вам вкладывает какие-то шаблоны, как думать. А не надо шаблоны как думать, надо делать, пробовать, экспериментировать. Ну вот просто, понимаете, мы так устроены, у нас есть руки, ноги. Мы действователи, мы активные, мы актеры как бы, да. Нам нужно играть, не смотреть со стороны с забора, нам нужно действовать. Вот те, кто сидят на заборе и смотрят за другими, у них ничего не получается. А те, кто действуют, у них постепенно все получается. Как перейти из тех, кто сидит на заборе, в тех, кто действует? Понять, что не надо смотреть, сидеть, а надо начать действовать. Вот просто берите и делайте. По чуть-чуть, не надо прям там совершать какие-то сразу титанические действия. Маленькими шажками, по чуть-чуть, по чуть-чуть, пробуйте, смотрите, как идет процесс, экспериментируйте. И по чуть-чуть нащупывайте свое. Вы что думаете, я по-другому к своему пришел? Абсолютно так же. Я и продолжаю так же. Продолжаю щупать, продолжаю чувствовать. Вся жизнь это процесс чувствования, щупывания вот этого. И постоянно жизнь вам будет показывать, только вы к чему-то пришли, типа что-то поняли, создалась какая-то схема, и вы поняли, что вот эта жизнь вот так работает. Я понял схему жизни. Вам жизнь покажет, что вы ошибаетесь. Всегда. Жизнь не требует схемы. Жизнь требует, чтобы вы были осознаны, чувствительны, внимательны и не придавали сами себя, свой искренний душевный интерес. Вот это жизнь требует от вас. Она не требует, чтобы вы много думали. Она хочет, чтобы вы чувствовали, экспериментировали, танцевали, пробовали. Жизнь это танец с этой точки зрения. Хорошо, ребята, давайте на этой положительной ноте будем завершать. Спасибо, что вы пришли на эту трансляцию. Спасибо, что дослушали. И до следующей трансляции. Напоминаю, что одна из следующих трансляций будет на тему этики. То есть, что такое этика, что такое, скажем так, совесть, да, можно сказать. Как мы понимаем, что такое проступок там. Вот что такое правильное действие, что такое неправильное действие, как мы это понимаем и так далее. Хорошо, ребята, все, давайте, пока. Продолжение следует...